Бал открывает торжественный танец шествия полонез. В форме курсантов юридического института сегодня только молодые люди. Выпускницы заранее выбирали себе вечерние наряды, а формат бала потребовал особой длины платьев и ярких аксессуаров. Да, наряды начали подбирать еще давно. Считай, как только на пятый курс пришли, сразу уже стали готовиться к выбору наряда. А потом, когда нам сказали, что будет еще бал, то это еще более ответственно нужно было делать. Грусть и радость все вместе. Может даже больше грусти, потому что пять лет так со всеми уже расставаться очень не хочется. Всего пришлось освоить четыре бальных танца, говорят выпускники. Это полонез, мазурка, задорная полька и король танцев вальс. Репетировать начали за полтора месяца до выпускного, поэтому выучить движение смогли даже начинающие танцоры. Выпускной для курсантов в форме бала проводят впервые. На эксперимент пошли не только в развлекательных целях. Бал для того, чтобы курсанты почувствовали себя не просто опускниками, но настоящими офицерами, которые будут служить в околонно-исполнительной системе на благо нашей Родины. Приятно посмотреть на молодых лейтенантов, которые закончили наш институт. И думаю, что они пополнят ряды сотрудников. Самое главное, чем у нас начали за пять лет, это всегда оставаться человеком, жить, соблюдая закон, конституцию нашу главную, закон Российской Федерации. И просто быть хорошим человеком. И это будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем реализовать себя как на службе, так и в жизни. Нас распределяют конкретно по регионам, кто откуда направлялся. Я, допустим, направился от Смоленской области. В будущем буду работать в оперуполновочном. Одна из особенностей бала и в том, что выпускники не только танцуют. Многие из них играют в духовом оркестре при институте. Поэтому бальные платья в течение вечера девушкам-солисткам приходится менять на форму, а потом обратно. Всего в этом году юридический институт заканчивает около сотни ребят. Им присваивают звание лейтенанта. Все они будут работать в разных учреждениях уголовно-исполнительной системы. На официальной части бала выпускников наградили дипломами за особые заслуги в обучении. Чувство радости, гордости. Она уже кончила с отличием ни одной четверки даже нет. Этот выпуск претендует на звание лучшего в истории института. С отличием учебное заведение закончили более 30 ребят. Особо отличившихся сегодня, кстати, чествуют и в Кремле. В Кремлевском дворце с участием президента Российской Федерации идет торжественный акт встречи с выпускниками высших военных учебных заведений. И среди участников, мы рады, есть наши офицеры, выпускники. Смогут ли выпускники продолжить лучшие традиции русского офицерства не только на балу, покажет время. Маргарита Махрова, Илья Фомин, 6 канал.